Здорово рыболовам! Решил сегодня снова провести эксперимент с банкой с мальками. И на этот раз весной. Посмотрим на реакцию щуки. Водохранилище в Подмосковье. Глубина 2,5 метра. Пасмурный день. Температура воды 6 градусов. В крышке сверху проделал дырки, чтобы рыбки не задохнулись. На коротких поводках слева и справа от банки привязал живцов. Это карась и пескарь. Высота банки 60 сантиметров. В банке тоже плавают карасики и пескарьи. Карась-живец, почувствовав себя неважно в холодной воде, решил постоять на голове. Спустя 17 минут подходит первая щука. В кувшине рыбки активно двигаются. Зубастая с большим интересом наблюдала за банкой с рыбками. А на живцовне банки даже не обратила внимания. Так как они совсем не двигались. Еще через 10 минут приплывает вторая зубастая. Чуть поменьше первой. Живец-пескарь переместился в самый центр. И повторяется все то же самое. Щуку не тронула живцов вне банки. И ушла. Спустя 45 минут от начала съемок к банке подтягивается третья, самая крупная хищница. Живцы рядом с банкой остались в том же самом положении на дне. Абсолютно не двигаются. Щука сгорбилась, словно приготовилась к атаке. Давайте понаблюдаем за ней. Зубастая по тому же сценарию посмотрела телевизор с рыбками и пошла на второй круг. Еще очень интересный момент. Все щуки сегодня заходили с одной стороны, строго справа от нашего аквариума. Как бы получается щучья тропа с односторонним движением. Зубастая уплывает. Проходит еще 15 минут. И появляется четвертая хищница. Выводы из этого видео можно сделать следующие. Жор у зубастых хищниц бывает далеко не каждый день. Без пролетов на рыбалке, к сожалению, не обойтись. Нужно много условий, чтобы щука активно ела. И живец не должен лежать на дне. Желательно приподнять его хотя бы на полметра. Это повысит шансы на атаку щуки. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк, делитесь им с друзьями, подписывайтесь на канал. С вами был Сергей Сорокин и скоро увидимся.